Здравствуйте, уважаемые родители! Ваши дети – это самое важное в вашей жизни. И взросление детей – это очень непростой процесс. И стремясь к взрослению, подростки могут рисковать своей жизнью и здоровью. И задача работы для родителей – позаботиться о безопасных условиях для взросления ребенка. Ежегодно во всех образовательных организациях Российской Федерации на основании Федерального закона номер 120 ФЗ о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ проводятся социально-психологическое тестирование обучающихся и профилактические медицинские осмотры обучающихся. Социально-психологическое тестирование – это обследование, позволяющее выявлять исключительно психологические факторы риска возможного вовлечения в зависимое поведение, связанное с дефицитом ресурсов психологической устойчивости личности. Для чего проводится социально-психологическое тестирование? Его основные задачи – первое – это выявление у обучающихся психологических факторов риска для психологической коллекции. Второе – это организация адресной и системной работы с обучающимся, направленная на профилактику и вовлечение в потребление наркотических и психотропных средств. И также подготовка статистической информации. Кто участвует в социально-психологическом тестировании? Первое – это дети с 13 лет, то есть примерно 7 класса, исключительно при наличии письменного, добровольного, информированного согласия одного из родителей или законных представителей. И обучающиеся в возрасте 15 лет и старше дают добровольно информированное согласие на участие в тестировании самостоятельно. Как проводится социально-психологическое тестирование? Оно проводится начиная с 2019 года. В вопросах единой методики социально-психологического тестирования не содержит информацию о каких-либо наркотических средствах и психотропных веществах или их употреблении. Методика изучает рискогены, социально-психологических условий и возможности психологической защиты от этих рисков. Методика оценивает психологическую устойчивость ребенка к провоцирующим условиям. Что именно оценивает единая методика социально-психологического тестирования? Эта методика оценивает также факторы защиты. Это такие, как принятие родителями, принятие одноклассниками, социальная активность, самоконтроль поведения и самоэффективность, начиная с 10 класса. Тестирование основано на следующих принципах. Принцип добровольности. Никто не может заставить вас или ребенка дать согласие на тестирование. Принцип конфиденциальности. Индивидуальные результаты тестирования не подлежат разглашению третьим лицам. О них будут знать только психолог, ребенок и родитель или законопредставитель. Принцип ненаказуемости. И результаты тестирования не являются основанием для каких-либо санкций. И принцип помощи. По результатам специально-психологического тестирования можно обратиться за помощью к психологу. Обратите внимание, что методика изучает не личность ребенка, а условия, в которых он оказался. При проведении тестирования в качестве наблюдателей могут присутствовать родители или законные представители, обучающие. Каждый родитель имеет право на получение информации о результатах социально-психологического тестирования своего ребенка до 15 лет. С 15 лет дети могут узнать результаты самостоятельно. И результаты социально-психологического тестирования не являются основанием для применения каких-либо мер дисциплинарного наказания и постановки на какой-либо вид учета. И СПТ не выявляет конкретных подростков, употребляющих психоактивные вещества. И это не является основанием для постановки на какого-либо диагноза вашему ребенку. Тестирование необходимо для того, чтобы понять, какие факторы затрудняют развитие личности вашего ребенка, создать безопасную среду для вашего ребенка и работа специалистов, чтобы было направлено именно на то, что необходимо вашему ребенку для развития и успешной адаптации в обществе. По результатам социально-психологического тестирования ваши дети могут обратиться к психологу за консультацией, принять участие в психологических мероприятиях, а также узнать больше о самом себе. Проблему легче предотвратить, чем справиться с ней. Для получения более подробной информации обращайтесь в социально-психологическую службу нашей школы. Продолжение следует...